Привет и слава Украине, слава ЗСУ! Сейчас нужно очень внимательно смотреть на то, когда на Олю Скобееву оденут намордник. Потому что с большой вероятностью сейчас будет меняться информационная политика российского государства, в частности в освещении военного вторжения против Украины. Почему? Да потому что как-то странно развивается специальная военная операция, и все больше и больше украинских городов возвращаются под контроль самой лучшей страны в мире Украины. Подписывайтесь на канал, об этом поговорим. Дело в том, что о ситуации и под Херсоном, и под Харьковом с большой вероятностью известно уже Путину. Почему? Потому что выступая на Восточном экономическом форуме, он там предложил свой ответ. И он не военного характера. Частично военного. Почему не военного? Потому что изменить ситуацию на поле боя, с большой вероятностью, у них просто нет возможности. Значит, в то время, пока украинская армия и другие силы обороны освобождают Балаклею, и другие украинские населенные пункты, Путин угрожает остановить так называемую зерновую сделку, которая предполагает экспорт зерна из Украины, соответственно, на мировые рынки. И когда Владимир Владимирович использует такие словосочетания «нас грубо надули», «грубо кинули», то, слыша эти слова, я сразу хочу сказать, блин, так это уже было. Путин так говорил о расширении НАТО. Обещали одну и сделали другую. Ну, в общем, значит, Россия пока угрожает остановить зерновой коридор, но с большой вероятностью этот коридор, эта морская дорога, этот морской путь будет расчистен, освобожден примерно теми же методами, как сейчас происходит в Харьковской области. Вообще, я вам хочу сказать, российские комментаторы, вы знаете, на что они больше всего обижаются? Они считают, что Украина действует абсолютно подло. Да, подло. Но сами посудите, все руководство Российской Федерации, в том числе военное, отправилось на Дальний Восток, а это за 7 тысяч от театра военных действий, и в этот момент Украина нанесла страшный удар. Да, вооруженные силы Украины идут к вам. Читаешь российские источники, но это просто какой-то, знаете, какой-то скулеж на... даже не на болотах. Они тут требуют от военного руководства начать воевать по-настоящему. Мы не можем воевать в полсилу и так далее, и так далее. Хочется сказать, а вы что, воюете не в полную силу? Россия воюет в полную силу. Вот это и есть полная сила России. Нет, ну конечно, можно вставить в Олю новую кассету, и она снова будет кричать женскими или мужскими голосами слово «радиоактивный пепел». Но это не работает. Главное на земле. Значит, еще раз подчеркиваю, я читаю или цитирую местами исключительно российские источники. Значит, северную дорогу на Купинск, Украина взяла под огневой контроль. Значит, ночью шли бои у Волхова Яра. Значит, и они предполагают, что этот поселок уже захвачен Украиной. Ну, в их понимании захвачен, в нашем освобожден. Значит, Балаклея в оперативном окружении. И Украина, украинская армия продолжает наступление на Купинск. Таким образом, отрезается и Балаклея, и Изюма. А это значит, решается вопрос с наступлением российской армии на Славянск. То есть, она не наступает. Она предпринимает меры, чтобы не погибнуть. Смотришь новости. Два сводных отряда Росгвардии под Волховым Яром бьются уже больше суток в полном окружении. Пишут российские паблики. СОБР. Сводный отряд быстрого реагирования. То есть, это кто? Да, Росгвардия. Та Росгвардия, начальник которой говорил, что местные жители очень рады приходу российских оккупантов. Но как только приближается украинская армия, то неважно кто. Ты Росгвардия, ты из частной военной компании или развал щеки мальчик из российской армии. Вас всех ждет смерть. И вот этот момент, он просто потрясает. Когда пишут о подлости украинцев. Не предупредили о контрнаступлении. Удивляются, что Украина может наступать на двух направлениях одновременно. Потому что считалось, что вот, украинская армия вот такая. Ну, да. Парад на Крещатике будет за два-три дня. И вот спустя полгода ситуация кардинально изменилась. И что важно. На этом Восточном экономическом форуме Путин, с одной стороны, угрожал остановить зерновой коридор. С другой стороны, ему первый вопрос задали об Украине. И он там сделал грустное лицо. Мол, ну, причем здесь Украина. Ведь Украина не входит в список стран АТР. То есть, Азиатско-Техоокеанского региона. И это правда. А ему говорят, типа, чувак, ну подожди. За полгода, вообще-то, она-то не входит. Но, например, Российская Федерация осталась без автомобильной промышленности. Не только автомобильной. Когда западные инвесторы, западные производители просто собрали вещи и ушли. Вот так вот. И вопрос звучал, что Россия потеряла и приобрела за полгода войны. И вот ответ Путина, он такой, знаете, растерянный. Ну, правда. Но как можно сказать, что Россия ничего не потеряла за это время? Да? Это же из области, когда спустя несколько месяцев тяжелейших боевых действий Путин говорит, мы еще серьезно ничего не начинали. И когда, значит, тысячи российских мужчин уже похоронены, тысячи в плену, а их верховный главнокомандующий говорит, мы ничего не потеряли. И это же они смотрят все, все российские солдаты это смотрят и думают, боже ты мой, этот дед-то сумасшедший. Нет, дед Владимир Путин, он не сумасшедший. Ему просто наплевать на российских военнослужащих. Это тоже нужно просто осознать. Ему на них наплевать. И вот, когда он говорит, мы ничего не потеряли, а мы только укрепляем суверенитет. Вот это вот слово, мы укрепляем суверенитет, мы суверены, мы еще что-то там. Но в ситуации, когда российские паблики наполнены стонами на тему, что два сводных отряда Росгвардии уже больше суток в полном окружении, то как-то это не очень коннектируется с суверенитетом. Или тут некоторые пишут, что, блин, а как же это так получается? У нас тут наших мальчиков отстреливают, а Путин пиарится на учениях «Восток-2022» и играет в зорницу с армией Зимбабве. Это не шутка, потому что на этих учениях Зимбабве действительно представлены. Мол, почему авиация где-то там, в районе Камчатки, когда она нужна под Харьковом? Вопросы, в принципе, хорошие. Они еще там задаются вопросами, мол, блин, у нас нету связи, у нас нету того. И даже тут одного не очень хорошего человека процитирую. «Против нас широкая коалиция стран, поставивших целью нанести поражение России. Коллективный враг имеет превосходство во многих компонентах. В этих условиях мы выставим только при переходе государства на особые условия». То есть, они предлагают, российские патриоты, проводить мобилизацию, переводить инфоэкономику на военные рельсы и бла-бла-бла. То есть, ну, секундочку, это о чем говорит? Это говорит о том, что Путин оболажался так, что будет стоить ему головы. С большой вероятностью, потому что, получается, потерять миллиарды и десятки тысяч людей за то, чтобы сейчас скулить по поводу событий в Харьковской области. Для них, на самом-то деле, самое важное открытие, вот что их больше всего коробит, что россиян вот этих вот патриотов ломает. Их ломает то, что Украина наступает. Их напрягает то, что вот все эти сказки о том, что мы толкнем, она развалится. Там что-то мы сделаем, мы только посмотрим, все упадут и обосрутся. Что-то не работает. Что российский понт не работает. И когда Путин на этом форуме, когда его спрашивали, блин, где наша автомобильная промышленность, а он пел вот эту старую песню, от которой уже оскомина. Мы ничего не начинали, а пытаемся закончить. Мы не начинали, но имеется в виду войну. Вот эта фраза. Потек, дед. Мы пытаемся закончить. Даже у него нет уверенности. Что будет так, какая есть. Вот эти вот рассказы, что геноцид 8 лет, попытки мирным путем ничего не дали. Значит, мы были вынуждены пойти на вооруженный путь решения украинского вопроса. И опять укрепление нашего суверенитета. И там же международная публика, которая, во-первых, читает новости. Ну, вот как это можно соединить в одной голове мстительного маньяка Владимира Путина? Он говорит, что мы защищаем людей Донбасса и укрепляем свой суверенитет. В новостях смотришь, в Славянске просто снесен дом вместе с жителями. Прям подъезд сложился. В Славянске это Донбасс? А какие действия были в Лисичанске, в Северодонецке, в Мариуполе? С чем-то это отличается. Вот эта вот фраза о том, что мы защищаем людей. Но нет, возможно. Возможно, просто Путин стал клоуном. Такой злобный клоун. И далее они тут вот этот вот тезис. Вы знаете, я еще вернусь к этому еще раз. Значит, про зерновую сделку Путин сказал. Нас грубо кинули, надули. Также он говорил про расширение НАТО. Но все это произошло при правлении Владимира Путина. И он может продолжать сколько угодно рассказывать о диктате США. Как они там борются с проклятым империализмом и так далее, и так далее. Но понты России обнулены. Ну а теперь осталось просто дожечь СОБР, ну и всех остальных. Далее Буды. Список освобожденных городов будет увеличиваться и увеличиваться. И самое главное. Они потеряли уверенность в себе. Поэтому вот эти вот стоны. Замечу. Такие ребята, как, например, Игорь Стрелков. Игорь Стрелков, которые являются самыми яркими критиками Путина, Шойгу и всех остальных. Они вот по этому наступлению взяли тайм-аут. Ничего не пишут. Морозятся. В то время, как российские патриоты. Одного я даже вам зацитирую. Российское руководство всеми способами показывает, что ситуация под контролями развивается в соответствии с изначальным планом. Почему? Потому что внутренние вызовы для существующего устройства государства намного более опасны, чем внешние. Что это значит? Проигранная война для вертикали власти не так опасна, как потеря лояльности и доверия российской бюрократии. Это правда. Проигранная война. Что это за лексика? Еще раз, это пишут российские патриоты? Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты, патреон. Украина. Була, Е и Буде.